Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Строительные базы на Мацесте проверят на законность и безопасность. Об этом заявил глава города во время обхода микрорайона. Лесопарк «Благодать» станет особо охраняемой природной территорией. Об этом главу Сочи попросили члены экологического совета. В Сочи участятся рейды по пресечению уличной торговли, а тем, кто не оплатил выписанные штрафы, грозят 15 суток. 277 сочинских ветеранов пройдут лечение в санаториях. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. Количество проверок бизнеса на Кубани за три года сократилось в три раза. Об этом во время своего ежегодного доклада губернатору рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Игорь Якимчик добавил, что чаще всего жалуются на муниципальные службы. Это вопросы, связанные с земельными спорами. Вениамин Кондратьев назвал недопустимой ситуацию, когда малый и средний бизнес пытаются зажимать. Сегодня самая главная потребность или запрос и населения, и бизнеса малого, среднего на объективность, прозрачность и справедливость со стороны власти. И рынок в том числе тоже должен быть равный для всех. Особенно для сбыта, реализации продукции, которую производят малый и средний бизнес. Мы с вами должны обеспечить, чтобы все предприниматели, представители малого и среднего бизнеса имели равные возможности на рынке. Именно малый и средний бизнес должны стать основой экономики Краснодарского края. Сейчас на их долю приходится 33% валового регионального продукта. К 2030 году этот показатель на Кубани намерены увеличить до 50%, заявил Вениамин Кондратьев. В каждом районе уже созданы центры поддержки предпринимательства, которые объединят в единую краевую сеть. Кроме этого губернатор и бизнес-омбудсмен обсудили работу фонда промышленности. Немаловажно, что сегодня мы максимально создаем условия для того, чтобы государственная поддержка малого и среднего бизнеса была максимально прозрачна. Я бы еще хотел сказать о фонде промышленности, который явно позволит нам сегодня развить очень серьезную для края отрасль экономики. Если вы посмотрите внутри, в разрезе на малый и средний бизнес, они, конечно, у нас 60% это услуги, торговля. Нам бы все-таки хотелось их развернуть к реальному сектору экономики. И вот сегодня разворот малого и среднего бизнеса к реальному сектору экономики – это тоже стратегическая задача. Поэтому и фонд промышленности, который сегодня создан, максимально будет этому способствовать. Абсолютно верно, что есть резервы в создании доли, большей доли малого и среднего бизнеса на территории края за счет тех подходов, которые вы действительно здесь осуществляете. Это и нормативная база, и та субсидиарная политика, которая есть. И очень правильно вы отметили, что сегодня фонд промышленности, который есть, Кубань славилась своими промышленными предприятиями. Кредитная ставка сегодня, я хочу сказать, уже стала не 5% в этом фонде, а 3% в течение пяти лет и так далее. В этом году объем финансирования регионального фонда промышленности составит 500 миллионов рублей. Кредиты под сниженный процент будут выдавать в том числе и небольшим предприятиям. Сегодня глава Сочи побывал на Мацесте. Мэр лично проверил документацию строительных баз и строящихся объектов, проконтролировал и соблюдение санитарных норм и правил, в том числе в близлежащих поселках. Сочи на финише открытия летнего сезона совсем близко. Задача муниципалитета подчеркивает Пахомов навести идеальный санитарный порядок в городе. Касается это как улиц курорта, объектов размещения, так и отдаленных поселков. На Мацесте дорога, ведущая к футбольным полям, и вовсе считается зоной гостеприимства. В период проведения чемпионата мира по футболу мацестинские поля станут тренировочными для сборной Польши. Поэтому здесь первоочередная задача – начать строительство зоны отдыха от новой до старой Мацесты. Вернее, она будет возрождена, что обязательно порадует местных жителей, отметил глава города. В целом же городская комиссия проинспектировала весь микрорайон. Особые нарекания к санитарному и внешнему виду строительных баз. Ко всему прочему, предприниматели нарушают закон и не оплачивают земельный налог. Мы видели, в каком состоянии антисанитарийном находятся эти территории, базы. И естественно, что я попросил Госпошнадзор, Роспотребнадзор и управление следствия по городу Сочи, для того, чтобы они немедленно разобрались. И после этих проверок, я думаю, что в среду на следующей неделе мы подведем итоги, каким же образом принимаются меры Мацеста, красота. И она должна соответствовать этому природному предназначению, своей красоте. И мы обязательно этого добьемся. 30 апреля я вновь проеду. И те недостатки, которые мы сегодня под протокол записали, должны быть выполнены. И мы должны иметь просто замечательный вид, который должен украшать наш город, город гордость России. Много замечаний по поводу внешнего облика домов, заборов, магазинов. В ближайшее время на Мацесте снесут торговые павильоны. Для этого уже имеется 11 судебных исполнительных листов. Ну а за чистоту готовы ответить сами жители микрорайона. Спасибо Анатолию Николаевичу, что мы дошли до самых маленьких уголков, которые недоступны были нам. И надеемся, что там тоже везде будет порядок. И чтобы наш город действительно процветал во всех отношениях. Нужно убрать мусор, нужно скопать земли, где-то посадить растения. Ну, сейчас такая пора. Мы все-таки входим в сезон. И наш город самый красивый, самый лучший. Нужно эту морковь держать и улучшать. Мы, как хорошие хозяева, всегда перед приездом гостей у себя дома наводим порядок. Поэтому давайте все вместе наведем порядок на своих территориях, чтобы было приятно для самих, ну и, естественно, для гостей. На строящихся объектах мэр лично проверил всю документацию. Многоквартирные дома, которые здесь возводятся или уже возведены, без подключения к центральной канализации, отключат от воды. Этот вопрос в администрации находится под постоянным контролем. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи открыт пункт сбора помощи по горельцам высотки на Пятигорской. Он работает в помещении ТОС Светлана на улице Грибоедова, 7. С 17 до 20 часов туда можно приносить постельное белье, полотенце, посуду, продукты. Семьям, проживающим в сгоревшем доме на улице Пятигорская, 92-4, выделено по 5 тысяч рублей на первичные расходы. По 10 тысяч получили те, чьи квартиры пострадали наиболее сильно. Еще по 7,5 тысяч рублей выделено районной администрации двум семьям с детьми. С каждым по горельцам проведена работа, определены меры индивидуальной поддержки. Сейчас в резервном фонде на улице Транспортной остаются 23 человека из сгоревшего дома. В этом году в Лазаревском районе отремонтируют 18 домов. Такие результаты озвучили на встрече с общественностью района. Такое собрание уже прошло в Дагомысе. Потом было решено встретиться отдельно с жителями Лазаревского. Кураторы программы отчитались о результатах работы. К примеру, в 2016 году в районе было отремонтировано 6 домов, в 2017 уже 17. В нынешнем объем работ разделили на два этапа. На первом отремонтируют 14 домов. Жители сами выберут, что именно нуждается в обновлении. На втором этапе заменят лифты еще в четырех домах. Уже определены подрядчики. Это Челябинская и Краснодарская фирмы. До конца апреля они подготовят проектно-сметную документацию. Планируется, что уже в мае начнутся работы. В целом, в Сочи в этом году по программе ремонта многоквартирных домов будет отремонтировано 227 зданий. Также уже сейчас формируется список объектов на 2019 год. Сохранить исторически сложившуюся лесопарковую территорию. Такую задачу перед собой поставило руководство Сочи вместе с общественниками и учеными города. Сейчас на курорте решается вопрос о придании охранного статуса лесопарку «Благодать, что на горе бытха». О целесообразности такого решения шла речь на заседании экологического совета при главе города Сочи. Секвои, вечно зеленые, магнолии, крупноцветковые, подснежник Воронова, цикламен, коски. Одних орхидеи здесь девять видов. Особую ценность представляют сохранившиеся коренные дубравы. Здесь и дуб грузинский, и бук восточный, и липокавказская. Многие виды, произрастающие в Бытхинском лесопарке, занесены в Красную книгу России. Впрочем, как и некоторые хищные птицы, которые здесь гнездятся. К слову, этот лесной массив не просто полон редких и исчезающих видов флоры. Ко всему прочему, он укрепляет склон, а эта территория, как известно, оползневая и сейсмоопасная. Несмотря на это, склоны Бытхи продолжают интенсивно застраиваться. Охранный же статус позволит избежать неблагоприятных геологических процессов, утверждают ученые. На месте побывал и мэр курорта. Анатолий Пахомов поручил облагородить лесопарк благодать и сделать его более комфортным для отдыха горожан. И в будущем, после придания охранного статуса, тут Анатолий Николаевич поручил разработать туристический экскурсионный маршрут, который будет очень ценной новой визитной карточкой города, потому что у этой территории есть еще и историко-культурный компонент. Общая площадь территории, предлагаемая для придания статуса памятника природы местного значения, 100,5 гектаров. Здесь еще и расположены геологические образования, скалы, гигантские валуны и урочище каменный хаос. Все это члены Русского географического общества отобразили в комплексном экологическом обосновании. В обязательном порядке делать это особо охраняемой природной территорией городского масштаба. Надо в обязательном порядке восстановить там Теренкур, сделать замечательную зону отдыха для наших горожан. Это еще одна идея, которую мы обязательно до конца этого года воплотим в жизнь. Все восстановим и постараемся соединить этот Теренкур с действующим Теренкуром, который у нас есть там же, на Мацесте. Это должна быть рекреационная зона. Рабочая группа уже создана, разработан и алгоритм действий. Первые новости ожидаются в конце апреля. К этому времени свою часть работы должны выполнить специалисты управления земельного контроля города. Сегодня в центре Сочи в рейд вышли полицейские и специалисты городской администрации. Их задача – выявить тех, кто уходит от уплаты штрафов, при этом продолжая торговать вблизи центрального рынка. Купить пучок петрушки с асфальта или в торговом павильоне – каждый решает сам. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому до сих пор в Сочи процветает уличная торговля. Здравствуйте. Участовый. Документы у вас? Бабушки старые, какие документы? Старушки. 80 лет нам. Чаще всего зеленью торгуют пенсионеры. В профилактической беседе признаются, что пытаются заработать на жизнь. Но от кто им доставляет саптовок сюда товар, не говорят. Собирают молча в пакеты все, что еще не продали, чтобы через пару часов вновь здесь разложиться. Не на прилавке социальных рядов, где для них выделены бесплатные места, а опять на тротуаре вблизи центрального рынка, где, конечно же, большая проходимость. Рейд связан непосредственно, чтобы этих людей понудить, уйти. Какие-то социально-торговые ряды, либо какие-то коммерческие площадки, отведенные в городе предостаточно для торговли. Просто, скажем, они находятся не в такой проходимости, как люди на проходе торгуют петрушкой, укропом и всем, чем там угодно. Те, кто занимается уличной торговлей, хорошо знают, что торговать здесь нельзя. Знали, видимо, сегодня о том, что будет проверка. Не стали уносить товар, упаковали его под полиэтилен, сами отошли в сторонку. Хотя многим из них уже не раз были выписаны административные штрафы. Их не оплачивают, копят. В итоге, следующим наказанием может встать административный арест сроком на 15 суток. Иногда в квартиры стучат и судебные приставы. Но вот соблазн свободной торговли не с прилавка. Без уплаты налогов и разрешительных документов, как своего рода наркотик. Сейчас сотрудник вам выпишет уведомление, и тогда вы будете обязаны явкой. На определенный день, на определенное число. Другие платят штрафы и все равно занимаются уличной торговлей. Но в преддверии Мундиали и курортного сезона рейды станут проводить чаще, обещают инспекторы. А значит, выгода таких продавцов будет сведена на нет. И лучше уже сейчас занять законный прилавок на рынке. Причем бесплатный для пенсионеров. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 277 сочинских ветеранов пройдут лечение в санаториях курорта. Об этом стало известно на заседании городского оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. Здесь же подвели промежуточные итоги программы по ремонту в квартирах ветеранов. До Дня Победы остается чуть больше месяца. В Сочи подготовлен комплексный план приуроченных к нему мероприятий. Всего в городе проживает 3425 ветеранов. Из них 329 человек – участники Великой Отечественной. За каждым ветераном закреплены школьники и студенты. Молодежь помогает пожилым людям в быту, а параллельно участвует в многочисленных патриотических акциях. Также определили квартиры инвалидов и участников Великой Отечественной, которые нуждаются в ремонте. Помогут в этом вопросе и вдовам. В общей сложности это 6 человек в Хостинском районе, 11 в Центральном, 5 в Адверском и 13 в Лазаревском. Шесть квартир уже отремонтировано. Глава города попросил отнестись к вопросу неформально и по возможности освежить все помещения. Если вы уже сделали там глобальные ванны, то хоть косметически покрасьте, побелите там комнатах в этих. Хорошо? Чтобы я не заходил и не стыдился. Мне будут, вот пойдемте здесь, а ладно, ну мне хоть что-то сделали, как это бывает. Я захожу иногда, ну видно, что, ну да, аккуратненько, ну там лет 10 не делали с ремонта. Ну просто освежающе. Освежающе покрасить, побелить. Ну это же не те деньги, чтобы... Районные администрации опросили ветеранов и выяснили, что пройти лечение в санаториях желают 277 человек. 14 человек уже прошли лечение, 16 находятся сейчас в санаториях. В ближайшее время на лечение будут направлены еще 100 ветеранов. Также департамент оформления городской среды разработал дизайн баннеров и композиций, посвященных празднику Победы. Они украсят улицы в преддверии праздника. Теплая погода внесла свои коррективы в работу горнолыжных курортов. Так, 8 апреля закрывают трассы для катания на склоне Лаура. Однако горнолыжный сезон на самом Газпроме продолжится. Трассы на склоне Альпика будут работать еще в течение месяца, потому что начинаются с отметки 2256 метров. Это Аибгинский хребет. На курорте Роза Хотор открыты для катания только трассы от пика до высоты 1600 метров, кроме трасс Тритон, Каскад и Бумеранг. Только три дня в Сочи. Компания «Рыбак Камчатки» доставила в наш город рыбную продукцию. Целая кладовая полезных элементов будет представлена на выставке «Экспофуд» в Гранд-Атре «Жемчужина» с 5 по 7 апреля. Традиционно «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. Настоящую красную икру, содержащую комплекс витаминов и аминокислот необходимых организму. Среди деликатесов белорыбеца, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 5 апреля по 7 в павильоне «Рыбак Камчатки» в Гранд-Атре «Жемчужина». На сегодня это все новости. Они уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.